Приветствую вас. В основе проблемы, которую вы описали, лечит два основных элемента. Первый элемент касается вашей неверности в себе, вашего страха остаться одной, как вы пишете об этом. И второй элемент это взаимоотношения с мужем. И самое интересное здесь заключается в том, что если вы хотите построить нормальные отношения с мужем, я имею ввиду нормальные, в смысле здоровые, независимые, равноправные, то вам необходимо перестать бояться. Потому что человек, который боится, он никогда не сможет построить нормальных отношений с кем бы то ни было вообще. И почему? В моем ответе будут содержаться некоторые рекомендации по поводу того, что вам нужно будет сделать для борьбы со страхом, со своим, и будут содержаться рекомендации по работе с вашими установками. Негативными установками, которые у вас есть. Но, обо всем по порядку. Значит, вы пишете, что своими угрозами ваш мужчина довел вас до решительных действий, и вы сказали своему супругу о друге, но без определенных подробностей. Здесь меня интересует вот какой вопрос. Вот вы там дальше говорите про то, что ваши фотографии и переписка, которые могут быть скинуты вашему супругу, вы будете позиционировать своему мужу как монтаж. И, ну то есть, да, специально созданное свидетельство для того, чтобы вас оклеветать. Ну, сами подумайте. Ваш муж живет, причем бывший муж живет не первый день на свете. Все он понимает. Если мы рассказали ему о друге, то какие из этого вытекают последствия, какие из этого вытекают производные. И совершенно нормально, логично, естественно, правильно, что когда ваш муж услышал о друге, он сразу все понял. Он знает, что не может быть этого друга, в принципе, не хочет быть этого друга без определенных негативных последствий. Не важно негативных это или позитивных, тут смотря для кого и смотря как это воспринимать. Но, понимаете, если вы рассказываете своему бывшему мужу о своем друге, то это уже означает, что у вас есть определенные атрибуты. А эти атрибуты вы пытаетесь скрывать, вы их не признаете. По сути дела говорите мужу полуправду. По сути дела говорите своему мужу, что вот, мол, я расскажу тебе, что считаю нужным рассказать, а всю правду, о которой уже и ты знаешь, о которой и я знаю, то есть вы, я о тебе говорить не буду. Почему? И вот вопрос, почему? В тот момент, когда вы рассказали своему мужу о друге, все сразу стало понятно. Вы не сможете своему мужу доказать, что не было никаких последствий. Потому что, ну, все эти взрослые люди и все все понимают. Другое дело, что по-прежнему остается непонятным, неясным, невыясненным. Некоторые вопросы вашего развития. Вы развелись. Вы уже бывшие супруги. И почему ваш муж так называет вас, для меня совершенно непонятно. если вы развелись уже с ним. Итак, первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что если вы рассказываете человеку правду, если вы хотите построить с ним нормальное отношение, то вам необходимо правду рассказать всю, целиком. И это моментально выводит вас из состояния жертвы по отношению к угрозам. И по отношению к носителям угрозам. Но вы этого не делаете. И есть вопрос в том, почему. Скажите, что может быть хуже? А вот вам все глухо говорит ваша супруга. Скажите, пожалуйста, имеет ли право говорить ваш супруг то, что он говорит? Считаете ли вы, что супруг прав, называя вас определенными эпитетами, которые вы называете в своем тексте? Вот сами для себя ответьте на этот вопрос. Страв ли ваш муж бывший? Имеет ли он право требовать от вас то, чего он требует от вас? Ибо какое может быть предательство, если, простите, вы разведенный? Дальше, значит, видеть меня не хочет. Тем временем, мой мужчина пишет мне письма с угрозами, но я не отвечаю, значит, какими бы и провокационными они не были. Ну, смотрите, что это следующее. В зависимости от того, чего вы хотите, а там дальше вы пишете, что работать вы не хотите и привыкли к свободному графику и привыкли вы к тому, что живете на широкую ногу и так далее, у меня складывается ощущение, что во всем, во всем вы руководствуете с вашими потребностями. То есть и муж вам для чего-то нужен, да, и мужчина другой вам тоже для чего-то нужен. Все они были для вас нужны, и пока они были вам нужны, пока они делали для вас то, что вы хотите, все было хорошо. Но как только, например, мужчина начал заявлять о твоих правах на вас, и как только вы сами поняли, что мужчина вас не интересует, а интересует бывший муж, супруг, вы тут начали все это разрушать. Совершенно непонятно, почему, если у вас есть, если у вас были чувства к мужу, да, почему вы тратили свое время на, значит, другого, ну, на другого мужчину, да. Если вам не хватало любви и нервности от супруга, то это подремно. Если вам не хватало от него, вот в предыдущем вопросе, на который я вам отвечал, да, вам не хватало от него любви и нервности. Это подременно, это ваша подременно. Если вы решили, очевидно, что ваш муж вам этого не давал. Так почему вы решили, что он готов вам это давать? Почему вы решили, что он внезапно будет вам это все предоставлять? Почему? Вы пишите, писали в предыдущем вопросе, что он пытался несколько раз помириться, но слабенько. Опять-таки, по-вашему мнению слабенько. Ну, так хорошо, значит, вас не устраивает ваш муж. И это нормально, естественно, что он вас не устраивает. И естественно, что вы обращали внимание на другого мужчину. Вы сами почему решили вернуться к мужу? Что заставило вас думать, что муж вам, как бы, ну, даст наконец то, чего вы хотите? А вы сами как долго будете руководствоваться своими потребностями в том, чего вы хотите? Как долго вы будете руководствоваться в своих, ну, в своем поведении, да, тем, что вы хотите по отношению к другим людям? Если мы говорим про ваших партнеров, то тут надо руководствоваться не тем, что вам нужно, а тем, что вы хотите и можете человеку дать. Вот чем нужно руководствоваться на самом деле. А вы руководствоваться тем, чего вы хотите и ответить все ваши проблемы. Вам нужно изменить слово «я хочу» на слово «я могу». Понимаете? То есть то, что вы хотите, вы добиваете самостоятельно. То, что, то, что гасается отношение с другими людьми, вы строите на основании того, что вы можете человеку дать. И отсюда. То есть если вы хотите сделать мужа счастливым, то объясните ему все. Просто все ему выскажите, все ему расскажите, как есть. Без всякого таки. Эта полуправда, которая вы сейчас, которая вы сейчас создаёте, не только начинает вам стать свободной от угроз, но и ваш мужа, в принципе, отдаляет от вас только ещё дальше и дальше и дальше и дальше. А скажите правду и пройдёт время и ваш супруг успокоится и может быть даже простит вас, опознает ошибки какие-то свои и так далее. Но он уже уверен, что все последствия вашей, ну как бы, ваших отношений с другим уже есть. И вы его никак в этом не переубедите. Поэтому настаивать на фотомонтаже, ну как минимум, знаете, игнорировать реальный мир. Далее. Очень надеюсь на понимание бывшего мужа и прощения. Очень надеетесь на понимание бывшего мужа и прощения. То есть, что это значит, что вы надеетесь на понимание бывшего мужа? Что это значит? Надеетесь. Надеетесь на понимание в чём? Ваших поступков. То есть, вы надеетесь на то, что ваш муж вас поймёт. Поймёт вас в чём? Что вы его обманывали. Поймёт вас в чём? Что вы не хотели ему довериться. Вы не рассказывали ему о своих чувствах. Не рассказывали ему. Не говорили ему откровенно, что вот у меня появляется новый мужчина. «Посмотри, ты можешь меня потерять». А делали всё тайком и скрывали от него свои отношения. То есть, в чём вы хотите, чтобы ваш муж вас понял? Вот вы постарайтесь ответить на этот вопрос. Понимание в чём? И прощение за что? Понимаете, чтобы человек вас простил, нужно, чтобы он увидел. Чтобы вы раскаивались. А чтобы вы раскаивались, нужно перестать обманывать и сказать своему мужу чётко и твёрдо, что «Прости, дорогой, я ошиблась, отныне я буду говорить тебе только правду, как есть». И рассказать ему всё. Для отношений, для того чтобы сохранить отношения с вашим мужем, это единственный шанс. Это единственный вариант. Любая полуправда будет постоянно рождать только лишь нераверие и недопонимание между вами. Далее. Надеяться на понимание бывшего мужа и прощения не стоит. Потому что это значит, что вы перекладываете ответственность себя на него. А именно вы несете ответственность за свою жизнь. И именно вы выступаете здесь в контексте жертвы. И в первом вопросе, на который я уже отмечал, и в этом вопросе вы тоже выступаете в контексте жертвы. И жертвой вы будете до тех пор, пока вы не начнёте нести ответственность за свою жизнь самостоятельно. Пока вы не будете отвечать за свои поступки. Пока вы не будете чётко понимать, зачем вы совершаете те или иные действия и нести ответственность за их последствия. Поэтому, ещё раз, для того, чтобы с мужем строить здоровые и независимые отношения, вам необходимо перестать надеяться на него и рассчитывать только на себя. Да, это правда. Это продуктивно. Теперь дальше. В общем, вы пишите, что очень этого боитесь. Очень боюсь остаться ни с чем, что придется всё в жизни менять. И это будет вовсе не как моё идеальное представление о жизни. Ну, во-первых, так. То, что вы ушли от мужа ради другого мужчины, уже говорит о том, что вы чересчур идеализируете своё представление о жизни. То есть, вы думаете о себе, вы стараетесь подчинить окружающий вас мир своим представлениям о том, каким он, этот мир, должен быть. Но, в действительности, мир – это когда вы думаете о других людях. Мир – это когда вы думаете о своём партнёре. Мир и реальная жизнь – это когда вы думаете о другом человеке. Когда вы уходили от мужа, вы думали о себе, когда вы уходили от другого мужчины, когда вы пытались с ним разорвать отношения, вы также думали о себе. А подумайте о ком-нибудь из своих мужчин. О муже, например. Или о другом мужчине. Подумайте, кого из них хочется вам больше сделать счастливым. И привозите все усилия для того, чтобы это сделать. А для этого необходимо быть честным. Честным, в первую очередь, перед ним. Нельзя подчинять жизнь реальному своим идеальным представлениям о жизни. Можно стремиться к идеальным представлениям о жизни, но не делать это представление лейтмотивом вашего поведения. Это ведёт к тому, в какой ситуации вы сейчас оказались, движимая своими желаниями, своими влечениями и так далее. Необходимо усвоить урок из того, что с вами произошло. То есть, отказывайтесь от идеального представления о жизни. Представляйте себе самый худший вариант развития событий вашей ситуации на сегодняшний день. И продумывайте, погнав воображение, чтобы не бояться, как вы будете действовать в этой ситуации. Поверьте мне, это поможет вам. Это сделает вас независимым. Это поможет вам нести ответственность целиком и полностью за себя. Далее. Думаю, что... Так, вы пишите ещё вот что. Придётся все менять в жизни. Видите ли, любые изменения в жизни – это хорошо, любые изменения в жизни – это прогресс, любые изменения – это эволюция. Вы сидите со своим мужем, и вам было некомфортно. Иначе бы всей этой ситуации не было. Вы ушли к другому по другому мужчине и развелись со своим мужем. Вопрос. Но вы же что-то поменяли ради того, чтобы быть счастливее. Правильно? Так почему же вы теперь боитесь менять что-то в своей жизни? Ведь это то же самое стремление к счастью. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь соответствовала максимально вашему же идеальному представлению о ней, то вам необходимо перестать зависеть от кого-то. Нельзя контролировать свою жизнь, будучи зависимой от кого-либо. А вы сейчас зависимы и зависимы от нескольких мужчин. Поэтому это как бы вступает в определённые противоречия. Чтобы жизнь была идеальной, чтобы она соответствовала вашим представлениям необходимости, чтобы вы полностью сами её контролировали и несли за неё ответственность. Далее. Думаю, придётся отдать детей на полный день в саду и работать с утра до вечера за мизерную зарплату. Но это скорее знаете как, это скорее у вас сейчас идёт такое вот отлично, депрессивное, негативное восприятие мира. Почему обязательно отдать детей на полный день в сад? Почему обязательно работать с утра до вечера и почему обязательно до метра на зарплату, непонятно. Многие женщины живут за своими детьми, полностью их содержат, и живут одни, и работают они не с утра, не до вечера, и не за метр на зарплату. Важно то, как вы себя поставите, важно то, в каком области вы будете работать, важно то, какой вид деятельности вы будете осуществлять. Это нужно понимать. Поэтому я рекомендую вам сейчас оценить ваши профессиональные навыки, подумать о том, где бы вы могли себя реализовать, как бы вы могли себя реализовать, и обязательно в этом направлении двигаться. Не хочу потом оказаться в нижнейском состоянии с детьми, пишите вы, мучь при этом будет жить по-королевски еще с новой молодой женой. Видите как? Вы сами своего муча бросили? Видите как? Вы сами от него ушли, потому что у вас не устраивал. Соответственно, какая вам теперь разница, с кем будет жить мучь, как он будет жить и так далее. Кроме того, еще и суд, который как-то разделяет ваше имущество, совместно нас это, кстати говоря. Так все еще не так, что вы отходите ни с чем, и почему вы решили, что мучь будет жить по-королевски с новой молодой женой. Если вы писались, то он и мы тоже не может допустить, что у него кто-то кроме вас будет. Здесь опять-таки и с вами злую шутку играет штраф, а также зависть и неумение, и не желание нести ответственность за себя. Вот это ваша самая главная проблема. Вы не несете ответственность за себя и за своих детей полностью. Вы вовремя стараетесь привозить ее то на мужа, то на другого мужчину, а это очень плохо. Особенно, если вам за 30, как вы пишете. Он очень в себе уверен. Ваш муж, это правильно для мужчины. Для мужчины это хорошо и нормально быть уверенным в себе. А мне сразу напишите, что все нормальные мужчины, уже давно в семьях я не смогу создать новую семью, так как мне не 16, не 25 и даже не 30. Он за 30. Аноним. А зачем вам семья? Какое такое значение для вас имеет семья? То есть вам не столько важен мужчина рядом с вами, сколько получается ваша семья. Так что ли происходит? Да давайте подумаем, что вам, что вам дает семья. Какие изменения в вашем положении, состоянии, эмоциональном фоне, психическом спокойствии дает вам семья? Для чего она вам? Видите ли, семья не может быть самоцелью при взаимодействии с мужчинами? Семья это естественная форма развития отношений, но никак не самоцелью. Поэтому, если вам нужна семья, подумайте, что она вам должна дать, и добейтесь этого сами. После этого постарайтесь устраивать отношения с мужчинами равноправные и на своих условиях. Если вы будете нуждаться в постоянной семье и в том, что она дает, то никогда разноправных отношений вы не построите. А все будет происходить примерно так, как вы описывали в своем первом вопросе, на который я вам отвечал. Еще есть двое детей и огромный перерыв в старшую работу. Ничего страшного, я думаю, что практику всегда можно пройти, можно даже сменить работу, можно работать дома, через интернет. Если есть пожелание, тем более, что вы тысячи, что далеко живете от большинства рабочих мест, это говорит о том, что интернет вполне возможно для вас отличный выход. И там по интернету можно очень даже хорошо работать, и можно работать в свободном графике. То есть там, грубо говоря, я вот, например, встречал такие вакансии, где люди работали, например, операторами колл-центра через специальное программное обеспечение, скажем, 4 часа утром и 4 часа, например, вечером вечером. И получается, что у вас будет время и на детей, и так далее. Ну, там график договорный, то есть тот самый вот свободный график, к которому вы привыкли. Далее. Нет. Опять, когда вы пишете, что о возможности воспитания детей можно забыть напрочь, это опять-таки ваша негативная сейчас реакция идет на то, что у вас не получилось выйти сухой из этой ситуации. То есть вы по какой-то причине решили, что вы можете развеститься своим мужем, уйти к другому мужчине, а потом безнаказанно вернуться опять к мужям. Но так не бывает. Вы завершили определенные поступки, и вам за эти поступки нанести ответственность. И вот до тех пор, пока вы свою ответственность полностью не осознаете, пока вы не осознаете, что кроме вас в отношениях есть еще другой человек, пока вы не осознаете, что вам нужно нести ответственность за себя, пока вы не осознаете, что у любых действий есть последствия, и у ваших действий и последствий есть тоже, пока вы не поймете этих моментов, вам будет сложно. Поэтому о возможности воспитания детей напрочь забывать не придется. Главное все грамотно устроить. И эффектом, результатом этой грамотной позиции будет то, что вы перестанете зависеть от кого-либо, и никто не сможет навязывать вам свои условия. Далее вы пишете, а работать я не хочу. То есть правильно ли я вас понимаю, что вы привыкли, что мужчина вас содержит. Когда к какому свободному графику вы привыкли, не очень понятно. А что касается, даже если вы привыкли жить на широкую ногу, то опять же это требует более детальной проработки. То есть что именно вы вкладываете в понятие жить на широкую ногу. Какие минимумы средств вам нужны для этой комфортной жизни. Попробуйте распить эти средства на счастье и подумать, какая часть этих средств вам необходима, а без какой можно обойтись. И вот вы уже получаете несколько уменьшенную сумму, которую я думаю вполне сами можете заработать. А сейчас меня этого лишили. Чего лишили? Очень хорошая фраза. Чего вас лишили? Попробуйте сформулировать, это очень важно. Заодно лишили мужской поддержки. Мужская поддержка это хорошо, но без нее тоже нужно жить. Нельзя зависеть целиком и полностью от мужской поддержки. Это вам вредит. Поэтому подумайте, что давала вам мужская поддержка. Постарайтесь сами реализовать то, что она вам давала. Без этого у вас не получится, опять же говорю, обрести независимость, нести ответственность за себя полностью. Я врансеренности, мне больно и плохо. Отчего вам больно? Вам больно и для того, чтобы вы потеряли то, что у вас было. Вам больно и для того, что ваше желание вычекать не можете удовлетворять привычным путем. Но теперь нужно искать другие пути. Понимаете, вы сейчас пытаетесь идти по пути наименьших сопротивления. То есть вы пытаетесь вернуться к мужу. Вам кажется, что вы вернетесь к мужу, и все у вас будет хорошо. Поэтому вы забываете о том, что муж, может быть, от семьи не изменился, что он, может быть, отца, от семьи. Вы вспомните, почему вы от него ушли. Вы вспомните, почему и куда вы от него ушли. И вот из этого момента нужно делать, нужно извлечь урок, что вы совершили ошибку, когда уходили от своего мужа. Не, скажем так, просто уходили, а уходили кому-то. Вот это самая главная ошибка. Не закончив от нее отношения, вы нашли друг и другие. Вы пошли по пути наименьшего сопротивления тогда, и вы идете встречать по пути наименьшего сопротивления опять. И поэтому вам больно и плохо, потому что вы зависите от других людей. Чтобы не было больно и чтобы не было плохо, необходимо самостоятельно удовлетворять все свои запросы и потребности. И если вы этого не умеете, необходимо этому учиться. Только так вы можете изменить свою ситуацию в лучших сторонах. Далее. Я совсем не знаю, что будет дальше и чего ждать. Все зависит от вас, что будете делать, как себя будете ставить, как будете выстраивать свою деятельность, как будете позиционировать себя, на что будете рассчитывать, на себя или на других. Вот то и будет дальше. Главное, что лучше и быть не может. Тут не очень понятно, совсем не знаю, что будет дальше, чего ждать. А главное, что лучше может и не быть. Так как... А, что лучше может и не быть. То есть вы не надеетесь на улучшение ситуации со стороны своего супруга. Это правильно. Так как муж бывший прекрасно заменим, как тех малых. А с ним связь, считай, утеряна. Но так вы же от него уходили, потому что это его качество, так прекрасный семьянин, вас не устраивало. Почему же вы сейчас для себя решили, что это качество внезапно вам опять нужно? Вы вспомните, почему вы уходили от своего мужа. Вы вспомните, что заставило вас от него уйти. И вы вспомните это. Почему вы... Вот знаете как? Мне кажется, для вас хорошая иллюстрация того, что с вами происходит, это поговорка. Имеем, не ценим, потеряем, плачем. Это вот, мне кажется, про вас. Когда у вас был муж, вы его не ценили, вы стремились к чему-то другому. Когда вы потеряли это, вы тут же начали ценить то, что потеряли. Вы подумайте, что вам нужно. Один раз, что вам нужно для себя. Сами этого добейте. А потом выстраивайте отношения с людьми, будучи равноправными, независимыми. Чтобы не было такого, как у вас сейчас есть. Чтобы вы могли совершенно спокойно совершать какие-то свои действия, поступки, действовать в своих интересах. При этом не оглядываясь на кого бы то ни было. Это будет право. Как вести себя с мужчиной, вы не понимаете. И обращать внимание на его угрозы и сообщения от вороги в квартиру. Значит, вести себя с мужчиной нужно спокойно, холодно, презрительно, равнодушно, безразлично. Потому что то, что делает мужчина, это, ну, в какие ворота не лезет. Это говорит о том, что он, опять-таки, видел и видит вас жертву, коей вы пока являетесь, кстати говоря. И то, что он делает, это, по сути, делает террор. То есть, устрашение. Ну, вы можете обратиться в милицию, только разве что, если он вам докучает, если он вас терроризирует, вы можете просто обратиться в милицию и сказать, что вот человек, как бы, откровенно меня просто надоедает, не мешает и вообще-то, когда меня там устрашает и угрожает. И милиция вам либо поможет, либо направит, соответственно, заявлением в суд. То есть, вполне вероятно, что мужчина это остановит. Кстати говоря, у него там тоже есть семья. Как я помню, исходя из вашего предыдущего вопроса, и совершенно непонятно, как бы, причина угроз этого человека, и что он думает, что вы примете эти угрозы и что, будете с ним или как. А вы сами что думаете по этому поводу. Тоже очень интересный момент. То есть, это человек, который я, например, перестеклю в черту, и отвечать ему не стоит. Вы правильно делаете, что не отвечаете на его сообщения, ведите себя совершенно безразлично по отношению к нему. Напротив, даже посмеивайтесь и так далее. Что отвечать бывшему мужу на оскорбительные смс? На оскорбительные смс бывшему мужу отвечать не стоит. Но поэтому я очень рекомендую вам рассказать все, как и до конца, чтобы не было никаких недомовок между вами и бывшим мужем, чтобы быстрее ваш бывший супруг узнал всю картину происходящего, чтобы другому мужчине не было возможности вам угрожать, потому что все его угрозы тогда теряют смысл, если муж что узнает. И вы сможете тогда, отдав своему мужу время для того, чтобы успокоиться, собственно говоря, начать какие-то новые отношения. Но это только спустя время, когда он подоспокойся, потому что пока он о его оскорбительных смс говорят, что вы сделали ему больно, сейчас у него состояние аффекта, соответственно состояние аффекта должно закончиться, у него решиться само. Поэтому вы никак не сможете мужу не успокоить, не смягчить пилюлю. Вы сможете только... То, что вы можете сделать, это сказать мужу о том, вот, собственно, до конца все. Это единственный шанс. Вы сами себя догнали в угол. Либо, как я уже вам говорил, вы от обоих мужчин отстраняетесь, одному мужчине вы говорите просто, что хорошо, такая плохая, будем делить имущество, и не будем больше вместе, другому говорите, делай, что хочешь. Сами вы выключаете телефон, меняете номера, обращаетесь в милицию, защищаетесь от мужчины, да, и живете своей собственной жизнью без обоих. То есть такой вот вариант, то есть есть, но эти два варианта единственные. И весь вопрос в том, есть ли у вас средства и каких средств больше, для какого варианта. Это вот то, зачем вам нужно подумать. То есть путей у вас два. Какой путь выбирать или шат вам? Исходя из средств для этих путей, для решения этих задач. И по моему мнению, больше средств для пути, как раз таки, обособленного существования от ваших мужчин. То есть необходимо вам побыть одной, необходимо вам перевосмыслить свои ценности, свои идеалы, свои исключения, привлечь руки и жить все-таки так, чтобы вы больше такого не повторили. Поэтому необходимо менять свою позицию в отношениях с мужчинами. Как долго он может думать про шесть скобочков, сколько его избать? А не надо его избать. Уживите свои идеи. Мужчина может думать очень долго. Мужчина может вас и не простить вовсе. Не стоит снять и рассчитывать на то, что ваш муж вас простит. Это по меньшей мере наивно. Это по меньшей мере неперспективно. И по меньшей мере это, знаете как, недальновидно. Вы рассчитывать можете только на себя. Если вы этого не поняли, то мне очень жаль. Что касается времени, то бывший муж, вот вы говорите простить, вы говорите сколько он может думать про шесть, сколько его сдаст. При этом вы еще даже не рассказали ему все и правды. Ну о чем вы говорите, аналит? Вы либо, если вы хотите, чтобы вас спросил он, вы не расскажите ему все, как есть. Либо это не хотите рассказывать, ну хорошо, тогда живите одна, своими силами. Учите жить самостоятельно, используя все те средства, которые я вам дал. В прошлом опросе и в этом ответе тоже. Потому что то, что вы говорите, это противоречиво. Как вы можете рассчитывать на то, что мужчина вас простит, если вы знаете, что он еще не в курсе всех элементов ситуации. Он вас будет прощать, элементы статисты всплывут и еще сильнее он обидится. А о нем вы подумайте, каково ему, как он переживает, как ему плохо отвечает. Оскорбительные сообщения тому пример. В отличие от вас, ваш муж, в общем-то, может быть только виноват в том, что вел себя негативно по отношению к вам. Но вы-то сами действуете куда более масштабно. И вы сейчас опять-таки продолжаете думать о себе, что говорит о том, что мужа вы своего не любите. Он вам нужен для стабильности, да, но вы его не любите. Ну и подумайте, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Подумайте, правильно ли вы выстраиваете отношения с людьми. Подумайте, правильно ли у вас приоритеты расставлены вообще. И старайтесь все-таки мыслить последовательно. То есть, вы хотите, чтобы вас человек простил, значит, нужно, чтобы вы были достойны прощения. А разве достойны сейчас человек прощения, который не говорит всей правды? Да, больной правды, да, ужасной, да, мерзкой. Но именно правда делает первый шаг тому, чтобы ваш муж вас простил. И, кстати говоря, если муж действительно вас любит, если он действительно хочет с вами быть, ну, он вас примет и простит. Правда, дайте ему время, месяц, может быть, несколько месяцев, как минимум. Лучше его не трогать. Вот. И совсем соглашаться, а там уже видно будет. Но при этом, совсем соглашаюсь, вам не нужно забывать и о своих правах, и о своих интересах. Так, это очень важный момент. Ну, ага, думаю, на этом можно закончить. Сам, что, видите ли, вам нужно обо всем этом подумать. Крепко подумать, хорошо подумать. Вам нужно не, знаете как, не за страхом бороться. Вам не нужно преодолевать страх. Потому что страх – это естественное состояние. Страх – это проявление инстинкта самосохранения. И страх – это сигнализирует вам о том, что вы неправильно, неверно выстраиваете свои отношения с мужчинами. Вы выстраиваете их так, что вы сами себя помещаете в некую уязвимость и зависимость. Что от бывшего мужа, что от другого мужчины. Вы делаете именно так. Смотрите, вы зависимы от обоих. А сами вы жертвы. И вот нужно перестать быть жертвой. Нужно взять на себя ответственность за все, что вы делаете. И стараться зависеть только от самой себя. И тогда никто и никогда не поставит вас в такую ситуацию, в какой вы оказались на данный момент. И до тех пор, пока вы рассчитываете на кого-то из мужчин, на мужа, на другого мужчину, да, эта ситуация будет длиться. Вы рассчитываете на себя. И тогда вы удивитесь, как просто выстраивать отношения с людьми. Но для этого, конечно, определенно требуется некоторая смена установок и смена ориентиров, безусловно. И тут уже вам решать. Если хотите, чтобы это все закончилось, вы будете это делать. Если нет, значит так это и будет длиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...